И сегодня мы поговорим о тех компонентах успеха, о тех вещах, которые необходимо делать, чтобы мы действительно смогли из этого региона создать то место, которое будет являться одной из точек роста российской экономики. Сегодня мы будем обсуждать эти вопросы. К участию приглашены люди, которые имеют бизнес в регионе, представители государства, те, кто являются стратегическими консультантами, оказывающие услуги и государству, и компаниям, работающим в регионе. Я бы хотел представить Максима Ширекина, заместителя министра развития Дальнего Востока, Акира Ивата, глава московского филиала Namor Research Institute, Роман Щербаков, который сегодня представляет у нас инвестиционное агентство Приморского края, Алексей Удалов, директор по перспективным проектам и программам развития РАО «Энергетические системы Востока», и Андрей Липатов, и также генеральный директор, извините, Холдин Теплаком, и Гао Ян, вице-президент Банк Китая. Ну, не совсем комфортно, честно говоря, работать, потому что со всех сторон идут голоса, и, честно говоря, себя самого немножко тяжело слышать, но попробуем каким-то образом адаптироваться к этой работе. И я бы хотел попросить, собственно говоря, с первого выступления представителей наших федеральных органов исполнительной власти Максима Ширекина рассказать о том, что, собственно говоря, происходит сегодня с Дальним Востоком. Недавно были приняты законы о создании территории, приезжающей социально-экономического развития, даются очень хорошие льготы для бизнеса, которые будут заходить. Что еще в перспективе нам ждать от правительства, от министерства по идеям по развитию Дальнего Востока? Спасибо. Ну, буквально коротко о двух самых важных приоритетах в деятельности работы Министерства по развитию Дальнего Востока. И оба эти приоритета связаны с развитием инфраструктуры, с привлечением инвестиций в инфраструктуру, с привлечением инновационных решений в инфраструктуру. Приоритет один уже Александр озвучил – это создание нового типа особых экономических зон, территории опережающего развития. И нам абсолютно стало понятно, что Дальний Восток с его особыми условиями функционирования экономики требует особых подходов к регулированию и в том числе деятельности особых экономических зон, которые мы называли территорией опережающего развития. Существующие в России особые экономические зоны относительно успешно функционируют в Центральной России, но на Дальнем Востоке этот механизм сталкивается с абсолютно новыми вызовами. В Центральную Россию инвесторы приходят под внутренний рынок, на Дальний Восток таких инвесторов немного. В Центральной России эти зоны не конкурируют с аналогичными зонами в Китае, в Южной Корее, у наших соседей Восточной и Юго-Восточной Азии. Подобные зоны на российском Дальнем Востоке сталкиваются с непосредственной конкуренцией с китайскими зонами. Нам предприниматели с Дальнего Востока говорят, сделайте нам такие же условия, как в китайских зонах, и мы будем инвестировать в российский Дальний Восток. Именно эту задачу конкурентоспособности и призван был, собственно, решить закон о территориях опережающего развития. И главное, что он, проект закона, и главное, что он предлагал инвесторам, это скорость и низкие риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов. Главное, что инвестору нужна скорость. Если сегодня инвестор придет, ну, крупный инвестор, на российский Дальний Восток и скажет, вот у меня в кармане 100 миллионов долларов, и мне нужно построить завод за полтора, максимум два года, потому что это кредитные деньги. Он, скорее всего, эту задачу решить не сможет. Для одного инвестора регионское, наверное, сможет обеспечить площадку, инфраструктуру, решить все земельные вопросы. А если в результате наших продвиженческих усилий это будет 10 инвесторов, а если 20? Именно поэтому территория опережающего развития, в которой их инфраструктура должна опережать на полшага приход инвесторов, позволит ему максимально быстро реализовать проект. Но не только за счет этого. За счет, а, дебюрократизации, дерегулирования, за счет концентрации полномочий субъектовых, муниципальных, федеральных на уровне органа управления зоной, то есть создание полноценного одного окна, которого даже в Китае нет, где инвесторы берут за ручку и ведут все-таки чиновники из администрации зоны по органам власти. Здесь мы рассчитываем в большей степени реализовать это одно окно. И за счет существенных изъятий из российского законодательства, как я уже сказал, дерегулирования. И мы, собственно, готов, я, может быть, если будут вопросы, поподробнее объяснить. Это приоритет номер один. Правительство мы прошли. На прошлой неделе законопроект был одобрен правительством. Рассчитываем при оптимистичном сценарии до конца года пройти Государственную Думу и со следующего года начать уже конкретную работу по созданию территории опережающего развития. Предварительно площадки отобраны. Источники финансирования территории опережающего развития на первом этапе уже определены. Это то, что было, собственно, камнем преткновения у нас в этом году. В ближайшие три года планируется инвестировать в инфраструктуру территории опережающего развития порядка 27 миллиардов рублей. Это будут первые четыре приоритетные торы из 14 отобранных. Второй приоритет деятельности министерства – это крупные инвестиционные проекты, которые требуются в инфраструктурной поддержке. Более там 400 проектов было отсмотрено. 64 проекта подверглись нашему очень внимательному анализу. И 18 проектов попали в короткий список. В основном это проекты, связанные с недропользованием. Правда, есть проекты с рыбопереработкой, есть проекты в агропромышленном комплексе. Это те проекты, которые могут полететь, если мы поможем сделать железнодорожную ветку, электрическую подстанцию, автомобильную дорогу и так далее. Также мы нашли поддержку в правительстве Российской Федерации. И предполагается, что в течение 2015-2017 годов порядка 49,4 миллиардов рублей будет направлено на инфраструктурную поддержку крупных инвестиционных проектов. И последние, наверное, две мысли. Первое. Мы далеки от того, что только за бюджетные деньги будет создаваться инфраструктура для проектов и для территории опережающего развития. Мы сегодня активно ищем специализированных инвесторов, общаемся с ними, которые готовы вкладывать в это инфраструктурные проекты. Может быть, на принципах государственного частного партнерства. И, конечно же, второе. Дальний Восток сможет быть конкурентоспособным, если эта инфраструктура будет самого лучшего, самого топового, самого инновационного качества и свойства. Поэтому, конечно же, именно поэтому мы здесь на форуме открытые инновации. Именно поэтому мы говорим о том, что у нас есть планы по привлечению инвесторов, у нас есть наше государственное финансирование на создание инфраструктуры территории опережающего развития. Мы заинтересованы во внедрении самых передовых инновационных решений в создании этой инфраструктуры. Спасибо. Сразу задам еще дополнительно короткий вопрос. Каким образом вы подыскиваете инвесторов себе? Что вы делаете для этого? Принцип очень простой. Стучимся в 100 дверей. Это вот в контексте территории опережающего развития. В 10 дверях открывают, в одной, возможно, о чем-то договариваемся. Первые ласточки у нас уже пошли. Не секрет, что имидж российского Дальнего Востока в лице инвесторов, он, так скажем, не самый привлекательный. Как нам сказали представители в свое время на Мура Ресерч Институт, на инвестиционных картах японских инвесторов российский Дальний Восток отсутствует. Да, они смотрят на ресурсы, но они не смотрят на локализацию переработки. Поэтому нам сейчас очень важно, мы с начала этого года рассказываем потенциальным инвесторам о тех условиях, которые мы будем создавать в российском Дальнем Востоке. Несмотря на то, что еще даже нет законопроекта и в какой-то момент еще по деньгам вопрос решался. Только для того, чтобы потенциальные наши клиенты, инвесторы понимали, с кем они имеют дело, выстраивали доверие. И когда мы говорим, что все, законопроект прошел правительство, пройдет Дума и так далее. Таким образом мы просто выстраиваем доверие, без которого на Востоке очень сложно делать совместный бизнес. Ну вот сразу возникает вопрос, собственно. В Приморье уже реализуется большое количество совместных проектов с участием иностранного бизнеса. Там, если посмотреть на последнее развитие событий, это Солерс заходит работать в регион. Видим, что там строительные базы для судоремонтных заводов готовятся. Там Газпром производит сжиженный газ. Ну и вкупе с развитием территории, собственно говоря, большое количество инвестиционных проектов. Одновременно мы видим, что все-таки недостаточно иностранных компаний, и недостаточно иностранных компаний, которые приходят в регион. Но есть примеры. Например, Сименс работает в регионе, Дженерал Электрик. На сегодняшний день основные вызовы работы с иностранными инвесторами. Что является камнем преткновения при работе с иностранными компаниями? Почему сложно их привлекать? Вот вопрос к Роману Щербакову, как представителю агентства, которое занимается именно привлечением инвестиций. Роман Щербаков, инвестиционное агентство Приморского края. Инвестиционное агентство – это тот институт развития, который создается в регионах, наряду с корпорациями развития, которые как раз служат тем одним окном. Наверное, я расскажу так. И устраняют существующие административные барьеры, как в конкретных случаях с инвесторами общаясь, так и чтобы они уходили системно. В Приморском крае есть чем гордиться в привлечении инвестиций. В прошлом году и прямые иностранные инвестиции выросли где-то в четыре раза по сравнению с 2012 годом. Это за счет инвесторов завода «Солерс». Также есть интерес, соответственно, у стран Японии, Кореи, Китая. Что же, какие вызовы, ответы на вопрос при работе с иностранными инвесторами? Наверное, это, конечно, внятная прозрачная стратегия развития региона. Если регионам крайне принята инвестиционная стратегия до 2025 года, в которой выделены отраслевые приоритеты, дальше приняты законы о поддержке инвесторов, это краевые законы, созданы институты развития, которые являются одним окном, корпорации развития готовят площадки, инвестиционное агентство общается напрямую с инвесторами, действует совет по привлечению инвестиций, в которые возглавляет губернатор, входят инвесторы. Это то, что и так понятно всем при работе с инвестором. Ему интересны конкретные экономические показатели по проекту, ну и преференции. Налоговые, таможенные, льготы, быстрота прохождения всех этих обязательных процедур, защищенность своих вложений, максимальное удобство инфраструктурное для присутствия инвестора на месте, это удобство присутствия, возможность подготовки кадров, обеспечение коммуникации. Конечно, крупному инвестору очень важны встречи с руководством края, наличие конкретных лиц, с которыми можно общаться при возникновении вопросов. Информационное поле, ну, которое сейчас при нынешних возможностях легко достичь, но это тоже большой труд. Информация в СМИ, каталоги, общение, отсутствие языковых барьеров. Ну, вот так. Так, в продолжение того, что говорил Максим Ширейкин о торах, конечно, это, да, наше конкурентное преимущество будет, и нам, вот, как институтам развития теперь, при принятии всех в том виде законов, вот они и карты в руки. Для, там, понимания всех, вот есть замечательная презентация именно эконом-развития, и есть там один слайд, который сразу ответит на, там, половину вопросов, вот, это в вашей презентации о том, как сравниваются страны, сроки и по баллам, и, как бы, вот цель создания торов, чтобы конкурировать со всеми территориями, которые находятся вот в этом регионе. Вот, чем мы будем заниматься с вами. Спасибо большое. С точки зрения развития различных кластеров, одной из приоритетных задач в свое время министерства, насколько я помню, было определение тех кластеров, которые являются приоритетными для развития региона. И сегодня у нас присутствуют представители компании, которые профессионально занимаются этими вопросами и, собственно, напрямую участвовала в подготовке различных бизнес-стратегий и маркетинговых стратегий для региона. В частности, это представители компании «Наморресерчинский» и «Токира Ивата». И компания ваша принимала участие в разработке концепции рыбопромышленного кластера в Приморье. И вопрос к вам. Как это все работало, и как вы видите дальнейшее комплексное развитие территории, перспективы создания точек роста через территорию приезжающего развития? Спасибо. Большое спасибо. Я представляю московское отделение нашей компании. Я сегодня подготовила презентацию для нашей сегодняшней дискуссии. И спасибо, господин Ивлев, за ваше вступление. И я хотел бы запустить сейчас свою презентацию, чтобы наглядно показать интересующие вас данные. Спасибо. 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 Итак, сегодня я хочу поговорить… Пожалуйста, переключите слайд. Прошу прощения за технические неполадки. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И, конечно, это один из ключевых регионов, который сейчас находится в фокусе внимания инвесторов, и Дальний Восток сейчас является быстро развивающимся экономическим регионом. И, конечно, соседствующая Япония чрезвычайно заинтересована в сотрудничестве и развитии связи с этим регионом. Экономическое развитие ресурсной базы региона и также, конечно, развитие бизнес-потенциала Дальнего Востока России составляет определенные трудности, но является интегрированной частью глобального рынка. И, конечно, создание необходимой инфраструктуры является ключевой задачей в данном регионе. В этом регионе есть огромный потенциал. И этот регион может развивать рыбный кластер. И, конечно, в Приморском крае надо применять инновации в сфере развития рыбопромышленного кластера, что может принести пользу как для внутреннего рынка России, так и для международных рынков. И, конечно, эта промышленность предусматривает диверсификацию и дистрибуцию на международном рынке. И продуктная линия должна быть диверсифицирована для того, чтобы эта промышленность преуспела на международном рынке. И развитие совместных предприятий может стать настоящим прорывом развития промышленного кластера Дальнего Востока. Тем не менее, конечно, есть определенные сложности при вхождении на российский рынок и при внесении инноваций из-за законодательных препон. Конечно, многие понимают, что рыба является лишь сырьем, и необходимо развивать перерабатывающую промышленность. Также надо рассматривать этот кластер в более широком смысле этого слова. Надо также развивать конкретно способность этого кластера по сравнению с соседствующим кластером Китая. И это стало бы настоящим прорывом, если бы мощности были увеличены за счет решения логистических проблем. И если бы были решены проблемы, на которые раньше не обращались внимания, необходимо привлекать различных инвесторов, как российских, так и инвесторов из других стран, также инвесторов из Китая. Конечно, развитие промышленного комплекса является трудной задачей для любой инфраструктуры. И, конечно, нам надо полагаться на модернизацию и новую инновационные технологии, не только на аппаратное обеспечение, но и на программное обеспечение этих процессов. Конечно, надо привлекать различные предприятия и привлекать те рынки, где можно сбывать этот товар. Конечно, России повезло с точки зрения логистики, несмотря на большие расстояния и большую территорию страны. Несмотря на уровень загрязнения и уровень потребления населением, этот кластер имеет ряд определенных конкурентных преимуществ. И, конечно, надо сохранять разнообразие этого региона и разнообразие, возможно, предоставляемой продукции. Конечно, определенные возможности российская промышленность уже упустила. И для этого теперь надо привлекать большое количество инвесторов для того, чтобы наверстать упущенные темпы. И, конечно, инновационные технологии, еще раз повторю, очень важны для развития этой индустрии. И сейчас не хватает большого количества научно-исследовательских и опытно-конструкторских бюро, которые могли бы привнести свой вклад в развитие Приморского края. Уже в Российской Федерации существует большая и тесная связь между исследовательскими центрами и бизнес-кругами, которую надо развивать дальше. Можно сказать, что инвесторов могут привлекать долгосрочные перспективы развития края. И мы надеемся на промышленное развитие этой промышленности. Многие японские компании уже проявили интерес к этому проекту и готовы работать вместе с российскими компаниями. И очень важно для того, чтобы разделение рисков было прозрачным. И обязательно разделение доходов и совместные бизнес-схемы для совместных предприятий. Также, конечно, региональные администрации должны брать на себя большую долю инициативы и выполнять свои обязательства. И тогда мы сможем устранить недостатки. Большое спасибо. В развитии различных кластеров и вообще развитии региона очень много вопросов поднимается с точки зрения создания правильной инфраструктуры, как обеспечить работу этих кластеров. И мы часто говорим о строительстве железнодорожного транспорта, дорог, аэропортовой инфраструктуры. Мы говорим о том, что нужно создавать систему здравоохранения, школы, чтобы привлечь человеческий ресурс для работы в регионе. Но не очень часто мы задумываемся, собственно говоря, с точки зрения энергетики. Что нужно сделать на сегодняшний день, чтобы обеспечить бесперебойную работу промышленности на Дальнем Востоке. Алексей, у меня к вам вопрос. Вы можете нам рассказать о том, с точки зрения энергетики, что нужно сделать на сегодняшний день на Дальнем Востоке и как нужно подходить к этому вопросу? Спасибо. Алексей, я рекомендую вам просто говорить следующий слайд, потому что, судя по всему, аппаратура не очень хорошо работает. Ну, сейчас попробуем. Если можно, включите, пожалуйста, презентацию. Спасибо. Ну, давайте расследующий слайд. Ну, спасибо, Александр, за представление. На самом деле, действительно, развитие территории без развития электроэнергетики сложно себе представить. На самом деле, хотел бы рассказать о том, что районергетические системы, компания, которую я представляю, является основным поставщиком электроэнергии и тепла на Дальнем Востоке. Представлена во всех субъектах, соответственно, Дальневосточного федерального округа. В холдинге Мраво-Востока подготовлена программа перспективного развития энергетического комплекса территории ДФО в зоне, соответственно, ответственности холдинга до 2025 года. В настоящий момент данная программа как раз проходит согласование с территориями по синхронизации, соответственно, их планируемое развитие. Но уже сейчас можно говорить о том, что планы по строительству и развитию модернизации существующих мощностей представляют себе следующие данные. Здесь представлены на презентации. Это новые объекты генерации. Это более 4 гигаватт. При этом нужно отметить, что 3 из этих гигаватта – это все-таки замещение выбывающих мощностей. Дальше тепловые сети, как вы видите, это прирост более 500 километров. Это тоже с учетом модернизации. И развитие распределительных электрических сетей. Здесь существенный рост как раз для того, чтобы расшить существующие энергоузлы, которые у нас являются дефицитными. И реализация проектов ВИА в размере 120 мегаватт. На самом деле, более подробно я бы как раз и хотел остановиться на развитии ВИА в холдинге. То есть тут анализ, почему, как мы видим, реализация новых мощностей тепловой генерации – это 4 гигаватта. И всего лишь 120 мегаватт – это реализация альтернативных источников энергии. Следующий слайд, пожалуйста. На самом деле, дискуссионный вопрос о развитии альтернативных источников энергии в холдинге ведется довольно давно. Буквально в течение прошлого года было проведено более серьезное и глубокое изучение этого вопроса. И была рождена, соответственно, программа развития ВИА. Сравнение источников альтернативной генерации и традиционной тепловой, безусловно, подходит на некоторые, скажем так, качели межтопливной конкуренции. И на текущий момент мы вынуждены констатировать, что там, где есть, соответственно, большая энергетика, альтернативная энергетика уступает ровно по существующей высокой себестоимости, которую мы получаем за произведенный киловатт-час. Соответственно, все эти плюсы, которые здесь обозначены, зря вы переключили слайд, они действительно, все эти плюсы нивелируются единственной удельной высокой стоимостью и себестоимостью киловатт-час. Вот сейчас вот можно переключить. Вот, видите, соответственно, тепловая генерация в зоне большой генерации, к сожалению, выигрывает. Но есть территории, хотя это немножко идет в разрез существующей темы, территории, которые, исходя из своей уникальности на Дальнем Востоке, это крайне изолированные энергорайоны, которые на самом деле занимают площади более 70% из всего Дальнего Востока, которые в настоящий момент работают на довольно дорогой дизельной генерации, которая как раз из-за своей особенности территориальной удаленности, очень сложной логистической схеме доставки этого топлива, которая в некоторых районах доходит до двух и двух с половиной лет, как раз вот эти вот самые качели межтопливной конкуренции разворачивают в обратную сторону. Можно следующий. Вот, соответственно, на эти зоны, в которых люди, наверное, заслуживают еще даже большего внимания и надежного энергоснабжения, чем на территории, соответственно, с центральным энергоснабжением, мы обратили внимание. Можно следующий слайд. И первые пилоты, которые мы реализовали на сегодняшний момент, это порядка девяти поселков, семь из которых это солнечные поселки, ну, то есть с использованием солнечной генерации, и два это которые на Камчатском крае, которые установили ветрогенераторы. Показывает о том, что эффективность этой генерации действительно при совместной работе с дизелем позволяет эти проекты реализовывать в дальнейшем и масштабировать на более, соответственно, большие объемы установленной мощности. Именно эти пилоты и стали, скажем так, основанием для разработки серьезной программы и стратегии развития ВИА в холдинге «Рао Восток». Можно следующий слайд. Соответственно, результатом этой программы был отбор технологий, установка, соответственно, выбор типовых технических решений и, соответственно, типового финансирования. И в результате отобранной технологии по Солнцу у нас остались поликристаллические модули, бестрансформаторные инверторы и, соответственно, гелевые накопители, ну, и литий-ионные. Мы тоже пока не из поля зрения своего не убираем, но при этом они пока еще проигрывают по удельной стоимости гелевым накопителям. Ну и более, скажем так, широкий спектр оборудования – это ветер, поскольку поселки находятся в основном это либо это Камчатский край, либо это северные территории северных морей, соответственно, особенности, которым они эксплуатируют и предполагают их технологии. Следующий слайд. Ну и, соответственно, география развития ВИА холдинга представлена на слайде. К 2020 году, как я уже сказал, мы планируем построить объектов уже 120 мегаватт. Это те, что мы сейчас уже видим и те, что уже сейчас исследованы. Все эти 120 мегаватт находятся на разных степенях исследования. Есть пул проектов, которые мы уже реализуем в ближайшие два года. Соответственно, вот буквально сейчас проходят конкурсные процедуры по солнечной станции в 1 мегаватт, которая будет за полярным кругом. И после реализации этой программы мы надеемся получить довольно существенный эффект по данной территории в размере 54 тысяч тонн условного топлива экономить вот того самого дорогостоящего дизельного топлива. Давайте дальше. Не хотел бы здесь останавливаться. А здесь, да, хотел бы рассказать на том механизме, который позволяет уже сейчас в рамках существующего законодательства реализовать эти пилоты и довольно оптимистично смотреть на будущее этих проектов. Здесь, как я уже говорил, через топливную составляющую мы в рамках существующих дорогих тарифов, которые на этих территориях существуют, договариваемся с регионами о ее фиксации. И без увеличения тарифа тот эффект, который мы получаем от замещения дизельной станции, позволяет эти проекты реализовывать за счет заемного капитала. При этом, как уже отмечалось на предыдущих слайдах, НПВ всех этих проектов рассматриваемых, вернее, срок окупаемости этих проектов лежит в диапазоне от 7 до 12 лет. Что здесь хотелось бы отметить? Действительно, это позволяет сделать нам и положение 261-го закона, но хотелось бы все-таки, чтобы по отношению к регионам, несмотря на то, что у нас со всеми из ними заключены рамочные соглашения о развитии ВИЭ, все-таки подобного рода норма существовала бы в постановлении правительства, которое позволяло бы более, скажем так, откровенно общаться на этот счет. И что хотелось бы отметить? Не каждый регулятор в каждом регионе готов в 12 лет фиксировать эту дорогую генерацию. Для чего мы предлагаем попробовать обосновать, для чего же это нужно федеральному бюджету. То есть, если мы говорим о том, что мы структурируем финансирование этого проекта с учетом привлечения бюджетных денег, либо иных других источников невозвратных, то, соответственно, для бюджета это точно такая же эффективная инвестиция, поскольку мы с вами говорим про проекты, позволяющие снизить субсидию, которая получается на это дизельное топливо, либо это межтерриториальное перекрестное субсидирование. И как видите на графике, после реализации программы за счет, ну тут, правда, график показан исходя из стопроцентного государственного финансирования, довольно существенно происходит снижение необходимого субсидирования, которое сейчас по этим основным территориям Якутии и Камчатского края доходит до 8 миллиардов рублей в год. И, соответственно, следующий график показывает, что вот эта самая экономия, которая была показана по субсидии, показывает о том, что уже на четвертый год этих инвестиций бюджет получает положительный возврат тех денег, которые он, соответственно, в эти проекты осуществил. Соответственно, хотелось бы еще раз говорю от государственных органов получить по возможности эту фиксацию тех топливных составляющих в нормативке, ну и, конечно, помочь с финансированием этой реализации программы. Ну, пока у меня все. Спасибо большое. Ну, от электроэнергетики я предлагаю посмотреть на банковский сектор, на международные валюты. И у нас сегодня присутствует наш коллега из Банка Китая, Гао Ян, вице-президент. И у меня вопрос есть, связанный с темой, которая стоит на повестке. У меня это расчеты в традиционных валютах. И насколько есть перспективы для инвестиций и взаиморасчетов в локальных валютах? Какие возможности вы увидите для Дальнего Востока и Китая, в принципе, России и Китая? И второй вопрос. Как развивается идея биржевой торговли юанем? Спасибо. Спасибо большое. И всем доброе утро. Извините, но разрешите на русском языке. И очень рада принять участие на сегодняшнем форуме. И иметь честь здесь получить информацию от Министерства развития Дальнего Востока. И, как и всех коллег, ну, хотелось с вами тоже поделиться информациями такими. В ближайшие годы, вслед за действительными контактами лидеров Китая и России и укреплением сотрудничества между нашими странами во всех сферах. Наш банк, банк Китая, Элос, являясь первым китайским банком, вошедшим на российский рынок с целью внести свою лепку в развитие экономик Китая и России, мы планируем усилить свою работу по следующим направлениям. Ну, как Александра Набовлина, что, конечно, во-первых, мы будем поддерживать более широкое использование национальных валют, которые позволяют уменьшить себестоимости представления услуг, повышая деловую активность финансовых организаций обеих стран в взаимных торговых расчетах и инвестициях, что соответствует стратегическим интересам обеих сторон. Но хотелось бы тоже вам сообщить, что вчера прибыли в Китай с официальным визитом делегации правительства Китая. И вчера подписаны ряды соглашений межправительственных и межведомственных и корпоративных соглашений. В том числе и наш банковчан подписал с Московской биржей соглашение о сотрудничестве. Ну, сотрудничество Московской биржи с нашим банком берет сначала в 2010 году. И на перерывом рынке мы стали ведущим маркетингером торгов валютной бары китайских юаней и российских рублей. Мы считаем, что подписание таких соглашений в дальнейшем будет способствовать расширению взаиморасчетов в наших национальных валютах. И мы будем совместно и с Московской биржей, и со своими филиалами, которые открыты в последние годы на данном Востоке, в Хабаровске и Владивостоке, ну, способствовать развитию именно расчетов в национальных валютах. И, ну, вторая наша главная задача, это, как бы, тоже одним из приоритетных направлений работы нашего банка в дальнейшем является содействие развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. И, включая тоже на данном Востоке, на площадках территории опережающего развития и зон торгово-экономического сотрудничества. На сегодняшний день Банк Китая – единственная финансовая организация с китайским капиталом, открывающая на данном Востоке свои филиалы. И это и является выражением того, что в Банке Китая находят отклик осознания стратегической важности продвижения сотрудничества на данном Востоке. И хотелось отметить, что, ну, будем обратить внимание и на крупные государственные проекты, и, конечно, тоже будем выделять внимание на средний бизнес, средний малый бизнес. Но думаю, что это позволит и наш банк оказывать, ну, как, приоритетное содействие этим проектам сотрудничеством на данном Востоке между двумя странами. Ну, как всем нам с вами известно, что следуя новой тенденцией современного развития китайско-российского сотрудничества, пользуясь открывающимся в новой обохе возможностями и полностью реализуя свои профессиональные преимущества, Банк Китая намерен совместно и с инвесторами всех сторон, особенно Китая, и с Министерством развития данного Востока России и использовать свои финансовые источники для ускорения развития этой территории. И, ну, как способствовать взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами. Спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно, Китай становится одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия, нашей работы. Ну, говоря о Дальнем Востоке, вот у меня есть вопрос к Андрею Липатову, который возглавляет холдинг «Теплоком». И вы стали лауреатом премии «Эксперт года» в инновационной промышленной сфере в номинации «Эксперт в области инноваций для городского строительства». Также вы работаете в большом количестве различных экспертных сессий, в частности секции, в частности в области финансирования энергособережения и учета и регулирования потребления энергоресурсов. Вот, что вы можете сказать о возможностях работы в регионе, какие вызовы вы видите для вашего бизнеса при работе на Дальнем Востоке? И второй вопрос – перспективы частного государственного партнерства. Есть ли там возможности государства совместно с частным бизнесом развивать инвестиционные проекты и успешно работать в регионе? Спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я тоже сначала подготовил доклад, но думаю, для утра это будет тяжеловато уже, несколько докладов. Но давайте немножко о геополитике, что ли. Дело в том, что если посмотреть на плотность населения, на карту России и плотность населения, то становится сразу очевидным, что население сдвинуто в сторону Запада. Поэтому несколько веков подряд Россия, в общем-то, была западно ориентированной страной в части и торговли, и экономического сотрудничества и так далее. Сам объем населения в России сегодня, мягко говоря, незначительный. Это 130-140 миллионов человек по разным данным. Но пусть их будет даже 140-150, это не решает проблемы России с точки зрения рынка потребления. Для территории России давно исследована необходимость населения примерно в 400 миллионов человек, чтобы экономика просто спокойно развивалась. То есть нам просто не хватает потребителей. И я считаю, что, да, если посмотреть, опять же, на карту России, то с Дальним Востоком и Сибирью, в общем-то, та же самая проблема. Несмотря на слова Михаила Ломоносова о Сибири, проблема не решена. Буквально вчера вышло исследование, кстати, буквально вчера действительно вышло исследование WWF, Всемирного фонда защиты животных, и в этом исследовании указано, что, в частности, Дальний Восток и Сибирь имеет самый высокий индекс, я даже себе записал, индекс потенциала человеческой жизни. То есть уже если плодится, то на Дальнем Востоке. Но вот с точки зрения энергетики, а мы тоже занимаемся как холдинг теплоком энергетикой, занимаемся, собственно, производством, разработкой, производством систем учета, управления энергоресурсами, систем автоматизации, управления энергоресурсами, причем и теплом, энергии и ресурсами. Так вот, любая энергетика тоже, в общем-то, ориентирована на каких-то потребителей. Это частные потребители или промышленные потребители. А любой промышленный объект тоже ориентирован на своих потребителей. Вопрос, где они расположены. Если они расположены в России, то, наверное, это рынок незначительный для такого промышленного объекта. Если мы что-то будем производить на Дальнем Востоке для того, чтобы экспортировать, нужно очень внимательно относиться к тому, а что мы можем предложить с точки зрения конкурентного преимущества. Ну, в частности, в стратегии Китая, которая изучалась, я там присутствовал, в Колумбийском университете, была представлена в прошлом году. Было указано о том, что производственная стратегия Китая заключается в том, чтобы производить продукцию достаточного качества. Это означает не какую-то там люксовую продукцию высокой цены, а, в общем, продукцию достаточного качества для потребителей. При этом по приемлемо низким ценам. Мне просто интересно, что будем производить мы на Дальнем Востоке, какую продукцию, какого качества и, собственно, для кого, когда рядом находится крупнейший мировой центр производства, в частности, Китай. Это первое. Второе. Это я о вызовах, собственно говоря. То есть все не так уж и плохо. Просто вы задали вопрос, какие вызовы. Я считаю, что, в общем-то, это те самые вызовы, с которыми нам придется столкнуться. Еще раз. То есть это нехватка потребителей самих просто. И если мы мыслим, конечно, если мы мыслим категории бизнеса десятилетия, а мы так и должны мыслить, то, ну, скажем, развитие Дальнего Востока становится просто государственной задачей. Привлечение сегодня туда частных инвесторов – это лишь тех инвесторов, которые заинтересованы в неком долгосрочном существовании на этом рынке. Опять же говорю, вот я вернусь к первому вопросу геополитики. Это те инвесторы, которые должны быть уверены, что карта плотности населения все-таки сместится или образуется новое население на этой территории. Новое население как потребители. Иными словами, если… То есть, а с другой стороны, если этого не случится, то мы можем столкнуться просто с перепроизводством. То есть у нас будет опять такая советская история. Опять очень много производства сконцентрировано в определенном регионе, потрачено достаточно много ресурсов, производят товары для того, собственно, для кого. Ну, производят товары просто для того, чтобы показать, что у нас некий есть высокий уровень производства. Ну, вот я думаю, что из вызовов это, наверное, ну, как мне кажется, это такие базовые вызовы. Дальше из них вытекают уже там финансовые вопросы, вопросы, откуда брать деньги. И, конечно, мы сами реализуем достаточно много проектов в форме государственно-частного партнерства и заключенных договоров, консессионных договоров. И, как правило, это, ну, что ли, некое соглашение. Что такое государственно-частное партнерство, все понимают. Некое соглашение между государством и частным лицом, когда государство говорит, слушай, я не очень умею или не очень хорошо управляю этим активом. Пожалуйста, вот ты можешь управлять активом лучше, чем я. А за это ты получишь долю в этом бизнесе. Но мы в своем деле в части, там, теплоснабжения, наверное, и водоснабжения в региональном, конечно, масштабе, не каком-то маленьком, в региональном масштабе да, собаку съели и участвуем в таких проектах большим удовольствием. Но, опять же, любой расчет, если вы посмотрите, любой расчет государственно-частного партнерства строится на существующих потребителей. То есть ожидание роста потребителей, ну, это очень такая эфемерная цифра, потому что, ну, во-первых, никто не верит в то, при нынешней ситуации, никто не верит, что вдруг появится в зоне генерации новый потребитель. Я думаю, что вот коллеги из РАО, в общем, согласятся с этим. Я не думаю, что кто-то ориентирован на всплеск производства, всплеск там электропотребления, теплопотребления или потребления воды. Поэтому суть государственно-частного партнерства сегодня так потихоньку сводится в формат такого энергосервиса. Когда инвестируются деньги, достигается некая экономия, и за счет этой экономии инвестор возвращает себе средства. Ну вот, собственно, и так вкратце, если есть какие-то еще вопросы, я готов ответить. Да, действительно, очень важные вопросы подняли. У тебя уже Максим приготовился. Нет? Нет еще? Так я думаю, у него те же проблемы. Нет, на самом деле существуют модели, которые показали себя довольно-таки успешными. Если посмотреть чисто по своему географическому положению, по плотности населения, по структуре экономики, та же самая Канада и Австралия, в принципе, вполне успешно существуют на рынке. Там немножко другая модель переработки. У нас низкий степень переработки добытых промышленностей, а у них высокая, глубокая переработка. Но за счет того, что они создают структурные различные форматы, например, логистические хабы, транспортные развязки. Все-таки как-то экономика работает. Максим, все-таки, наверное, вам стоит прокомментировать. Только вот маленькое замечание, что это было делом государства. Частные компании Канады не строили дороги. И да, и нет. И да, и нет. Но на самом деле, когда привлекались деньги, например, строительство логистического хаба в самом центре Канады, провинции Соскочевань, где, собственно говоря, собирались все товары, которые поставлялись из Азиатско-Тихианского региона и распространялись по всей территории Северной Америки, собственно, в первоначальном этапе там, наверное, действительно вкладывались государственные деньги, но потом 70% инвестиций шли, и это деньги были частного бизнеса. Поэтому вот та модель, которая сейчас планируется использовать, из того, что я знаю, когда создается территория опережающего развития, то по расчетам вашего министерства, Максим, это на 1 рубль ваших денег будет привлечено 19 рублей частных инвестиций. Так ли это? Целевой индикатор, да? Вот, как идеальный индикатор. Немножко отрефлексирую. Абсолютно здравые, понятные тезисы. Рынок Дальнего Востока маленький, поэтому нет другого выхода увеличить эту экономику там хотя бы в 2-3 раза, не ориентируясь на экспорт. Эта экономика должна быть экспортно-ориентированная от Дальнего Востока. Никто нас в АТРе с нашими товарами, которые мы сегодня производим, не ждет. И с новыми товарами тоже не ждет. От этого отчасти хитрость заключается в том, что все-таки нам кажется, что первая история успеха с реализацией инвестиционных проектов на Дальнем Востоке будут, скорее всего, с иностранными инвесторами. Они придут сюда за ресурсами, они не придут сюда на Дальний Восток, за рынком потребительским. Но есть другая правда, что рядом с потребительским рынком располагаются производства сборочные, те, которые производят эти продукты, автомобили, электронику, строительные материалы и так далее, то, что потребляется здесь. Все-таки ресурсная база, она достаточно привлекательная, и наша задача, чтобы эти ресурсы не только добывались, но первые переделы, первая добавленная стоимость, она создавалась на российском Дальнем Востоке, и для этого надо выиграть конкуренцию условий. По зарплате мы конкурировать, конечно же, не сможем, но экономия на логистике, экономия на условиях ведения бизнеса, я думаю, что на регуляторике, в первую очередь, на упрощении условий ведения бизнеса, я думаю, что мы эту конкуренцию можем выиграть. Идеальные китайские условия, идеальные на первый взгляд. А когда начинаешь разбираться в деталях, в общем, понимаешь, что можно кое-где их и переиграть. А в отношении того, что инфраструктурщики не верят потребителям, что потребители выберут те мощности, которые заявляют, а инвесторы, то бишь потребители, не выбирают площадку, не выбирают регион, потому что там нет свободных мощностей, это, естественно, в общем, тупиковая проблема. И есть в России прецеденты, когда эта проблема решала за то, что государственная компания, государственная корпорация заключает договора технического присоединения с сетевиками. Гарантируем то, что приведет потребители. А в это время параллельно стучится в 100 дверей, создавая вот те самые условия для потребителей, которые приходят. Когда в одну энергосетевую компанию, вот здесь недалеко от Москвы, пришли в 2004 году и сказали, ребят, нам в течение 10 лет нужно будет 1 гигаватт установленной мощности. Они сказали, вы с ума сошли, у нас на весь регион 1 гигаватт установленной мощности. Прошло 10 лет, 500 мегаватт уже установили, потому что пришли потребители, которым корпорация развития пообещала, вступив в определенные договорные отношения с сетевой компанией, что мощности электрические будут. Спасибо. — Второй вопрос, который Андрей затронул, это человеческие ресурсы в регионе, низкая плотность населения, не с точки зрения даже, наверное, рынка, а скорее с возможностью обеспечить квалифицированной трудовой силой тех инвесторов, которые придут работать в регион. Вот вы сказали, Максим, придут иностранцы, а где мы будем брать людей, которые смогут работать на этих иностранных компаниях? Мы можем принять какие-то решения, такие стратегические, с точки зрения привлечения иностранной силы в регионе? Вот в концепцию территории опережающего развития, заложены ли какие-либо возможности увеличения квот привлечения иностранных специалистов? Заложены пока две простейшие опции. Опция номер один – это бесквотный порядок привлечения иностранных рабочей силы в территорию опережающего развития. Нам не кажется, что это взорвет рынок труда или какую-то социальную напряженность, потому что ТОР – это все-таки сотня, тысячи гектар. Будет там работать 3-5 тысяч человек, 10 максимум. Но это позволит решить проблему, потому что все предприниматели говорят, дайте нам корейцев, дайте нам китайцев и так далее. Мы говорим в первую очередь о относительно невысокопроизводительных рабочих местах, но они все-таки потребуются, эти люди. И второе, что заложено, пока не знаем, как это будет реализовано, но законопроект подразумевает создание специальных образовательных учреждений в территориях опережающего развития. Наш департамент развития человеческого капитала, а такой департамент есть в министерстве, сейчас думает, какими должны быть эти образовательные центры. Конечно, вместе с субъектами Российской Федерации мы этими вопросами будем заниматься. Прототипы таких центров уже есть в ряде регионов Российской Федерации, таких как Татарстан и Калуга. Что-то типа такого будем создавать на Российском Дальнем Востоке. Ну и заложили возможность, чтобы эти обучающие центры носили определенные, так скажем, опять же, были международно конкурентоспособные. Пока не знаем, как это сможем использовать, но речь идет о том, что в территориях опережающего развития может быть особый порядок лицензирования образовательных учреждений, отличающийся от общероссийского, что позволит, вполне возможно, тем инвесторам, которых мы привлечем, привезти туда свои обучающие центры. Не создавать их с нуля, а есть в Германии целая практика и государственных и не государственных специальных обучающих центров, которые по дуальной модели работают и готовят специалистов для крупных и не средних промышленных предприятий. Чтобы эту модель имплементировать в Калужской области, потребовалось, в общем, относительно непростой и извилистый путь. Как платить высокую зарплату преподавателю? Почему надо готовить не полгода или год специалиста, а надо готовить его 45 дней? Как это вписать в образовательные программы существующие? Что выдать этому специалисту в результате этой образовательной программы? Все это было решено, но, как нам кажется, упрощение этой темы в территориях опережающего развития позволит нам в том числе привлечь и российские, и не только российские компании, и организации, которые будут заниматься подготовкой кадров для инвесторов, которые за это будут платить. Спасибо. Вопрос к Роману Щербакова. У вас агентство, а вы, собственно говоря, каким-то образом сейчас рассматриваете возможность привлечения российского международного бизнеса к подготовке специалистов в вузах в регионе Дальнего Востока, потому что у вас существует, в принципе, качественный, там, Дальневосточный федеральный университет, очень качественное, хорошее высшее учебное заведение. Наша компания, например, оттуда берет специалистов и релокирует их из Дальнего Востока в Москву, работать на проектах центральной части России, европейской части России, что, наверное, для Дальнего Востока не совсем правильно. То есть нам нужно подумать, как бизнес российский может помогать людям оставаться там и являться тем источником трудовых ресурсов, которые обеспечат деятельность иностранных и российских компаний. Ну, да, конечно. О Дальневосточном федеральном университете. Это конкурентоспособный вуз. Предполагается, что он является ядром, будет являться ядром кластера, кластера научного. Это одна из моделей кластеров, которые образуются вокруг вузов. Кроме того, это новый такой инфраструктурный объект на острове Русском, толчком к которому стал саммит АТЭС, построены мосты, кампусная инфраструктура. В вузе работают много разных научных объединений. То, что, собственно, является признаком кластера. 20 технологических платформ. И то, о чем говорите вы, оно уже работает. В регионе существует, и агентство в этом участвует, прогноз потребностей регионального рынка труда. Он составляется с участием органов исполнительной власти, бизнес-сообщества, научного сообщества, экспертов и инвесторов. Это участвует пока только, ну, заказ этот делают, и вуз является как бы исполнителем этих услуг. Российское сообщество, российские инвесторы, потребители услуг вуза в этом плане. Ну, и есть планы на участие в ярмарках вакансий, которые проходят в Корее. Спасибо, Алексей. К вам вопрос. У вас реальный бизнес как бы на месте, большой бизнес, энергетика, требуется большое количество квалифицированного персонала, кадров. Как вы решаете свои проблемы? Везете ли вы это из центральной части России, из европейской части России, или вы все-таки берете себе специалистов у себя в регионе? На самом деле проблема такая есть, особенно в тех изолированных районах, как Камчатский край, Сахалин. Если в, скажем так, в центре Дальнего Востока, Хабаровске и Приморье, такая проблема не сильно остро стоит, там действительно есть, существует университет, который мы берем, да, а в Якутии, Сахалин и Камчатка это действительно проблема. Привозить специалистов на существующий уровень заработной плат, который есть у нас, из европейской части, к сожалению, это, ну, как бы нереально. Соответственно, пока обходимся тем, что есть. Естественно, есть обучающие программы, профессиональные, которые мы пытаемся из ДФО работать, но из европейской части, честно говоря, в существующих условиях пока это нереально. Три, вот, заработал. Ну, в общем, тема у нас сложная, министерству на самом деле поставлены очень такие серьезные вызовы, правительство поставило перед министерством, но радует то, что, по крайней мере, многие задачи, которые пытались в министерстве решить в ближайшее время, они выполнены. Тот же самый закон про территорию приезжающего развития это важный шаг. По крайней мере, разрабатываются большие блоки, разрабатываются большие блоки экономической стратегии, многие вещи решаются, мы плотно взаимодействуем. И то, что государство готово вкладывать деньги в этот регион и оказывает максимально возможную помощь для министерства и для регионального руководства, это очень важно. Поэтому, наверное, можно сказать так, что все не так хорошо, как нам всем хотелось бы на Дальнем Востоке, но не так плохо, как кажется на первый взгляд. В регионе есть очень высокий потенциал к росту, если посмотреть на лучшие мировые практики и сопоставимые территории, действительно можно достигать успеха. Мы уже говорили про ту же Канаду, про ту же Австралию. Да, есть отличия, но тем не менее нашим партнерам, как принято говорить, удалось выстроить работающие экономические модели и в социальном плане для населения жить хорошо. С учетом того, что государство обращает больше внимания на азиатско-тихианский регион, для нас также тема Дальнего Востока становится более актуальной. Практически со всех сторон, Максим, все складывается пока, тьфу-тьфу-тьфу, поэтому хочется пожелать успеха всем нам, тем, кто ведет бизнес в Дальнем Востоке, всем россиянам, потому что для нашей страны этот регион является очень важным. Но нашему правительству и министерству, чтобы все поставленные задачи были выполнены. Есть какое-нибудь пожелание, Максим, сказать что-то? Желайте нам скорости, потому что, честно говоря, год назад, приходя в министерство, я думал, что в сегодняшней точке мы окажемся где-то там к 31 декабря 2013 года. Все движется в 4 раза медленнее, чем хотелось, чем быть. Все вместе желаем вам скорости. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.